Ну все, Леносик, я побежал. Пашка помахал рукой. Деньги маме я скину, не беспокойся. Двери за мужем захлопнулись. Лена устала, присела на табурет и вдруг разрыдалась. Мам, ты чего? В кухню вошел сын. Что случилось? Ничего. Лене было стыдно за свою слабость. Ничего, сынок, просто настроение дурное и по ребятам соскучилась. Были каникулы и ребята, сын Владик и дочка Кристина гостили у бабушки. Нет, убежденно заявил Димка, из-за плохого настроения так горько не плачут, а с ребятами ты каждый день по телефону общаешься. Я уже не маленький, мама, кое-что понимаю. Лена посмотрела на 16-летнего сына выше ее ростом и неожиданно произнесла вслух то, о чем боялась признаться даже себе. Мне кажется, папа скоро от нас уйдет. И на немой вопрос в глазах сына пояснила. Он мне изменяет. Почти полгода. Димка не знал, как реагировать. Он-то думал, что маму кто-то обидел на работе или на улице, или она поссорилась с кем-то из подруг, а тут такое. И папа, как он мог? В парне начала подниматься злость, и мать сразу это заметила. Димочка, не надо. Так бывает у взрослых, сам потом поймешь. Папа у нас хороший, но ведь сердцу не прикажешь. Лена говорила, но сама не верила своим словам. Ей хотелось визжать, орать, топать ногами и бить посуду. Но вместо этого она уговаривает старшего сына простить и понять отца. Но парень сжал кулаки. Пусть катится тогда. Мы и без него проживем. Зачем нам дома изменник? Сынок, говоришь, что уже не маленький, а ведешь себя, как ребенок. Любой человек имеет право на ошибки. Разве нет? Вот и твой папа тоже поймет, что это просто увлечение. А главное для него мы, его семья. Мама. Взрослый Димка вдруг расплакался. Зачем он так? Я ведь теперь не смогу его уважать, как раньше. Ничего, все образуется, сынок. Лена погладила сына по руке. Ты только ребятам не говори. Ты тоже. Димка утер слезы. Ты тоже им не говори, что я плакал, а то их вера в сильного и всемогущего старшего брата покачнется. Лена посмотрела на часы. А ты разве не опаздываешь на тренировку? Димка подскочил. Опаздываю, черт! Оставшись одна, Лена задумалась. В разговоре с сыном она могла рассуждать здраво, но наедине с собой обида захлестывала. Слезы начинали душить. Ну как? Как он мог предать все, что у нас было? Когда они познакомились, Пашка был довольно легкомысленным. Вокруг него вечно толпились девчонки всех мастей. Он называл их птичками. Когда она, Лена, заявила ухажеру, что не намерена становиться очередной птичкой, Пашка серьезно сказал, почему очередной, одной единственной, на всю жизнь? И ведь поверила дура, развесила уши. И все эти 17 лет, что вместе прожили, верила, думала, как повезло. А он, несмотря на троих детей, на все вместе пережитое, на все дни радости и горя, он все-таки предал. Началось все полгода назад, хотя, возможно, и раньше, только она не замечала. Но нет, вряд ли. Полгода назад их пригласили на свадьбу. Женился Сашка, любимый племянник мужа. Лена пойти не смогла, но мужа отправила, мол, нельзя пропустить, обязательно нужно идти. Тот для вида посопротивлялся, но, во-первых, сестра обидится, во-вторых, лишние вопросы у родни появятся. Лена потом смотрела фотографии со свадьбы, выложенные молодыми в сеть, и на них одна девица весьма развязанного вида постоянно льнула к Пашке. Уже тогда ее что-то кольнуло. Она даже съязвила что-то по поводу девицы, но муж рассеянно ответил, «Что? Кто? Ааа, это подружка невесты, кажется. Да я и не заметил, не знаю, почему она все время рядом. Ну, ей-богу, Леносик, а ты что, ревнуешь?» Пашка тогда довольно улыбнулся, «Ревнуешь? Да она даже не в моем вкусе». Тогда она мужу поверила. Девица действительно была не в Пашкином вкусе. Уж она-то знала. Но через неделю начались какие-то странные звонки, молчание в трубку. Лена поделилась с мужем. Представляешь, звонят, молчат, вздыхают. Вот и у Димочки появились птички. После этой жалобы звонки прекратились. Но Лена не связала этот факт с разговором с мужем. Это пришло ей в голову гораздо позднее. Тогда, когда Пашка, любитель джинсов и свитеров, вдруг стал носить костюм, рубашку и галстук, да еще и пользоваться современным парфюмом, а не одеколоном, а жен, привязанность к которому передалась ему еще от отца. И одновременно с этим начались постоянные задержки на работе. Когда Лена спросила, в чем дело, муж без тени сомнения заявил. У нас, Ленусик, стратегически важный проект. Не знаю, насколько это затянется. Но зато потом... Пашка мечтательно закатил глаза. Потом у нас будет все. И в отпуск полетим, куда захочешь. И шубу тебе купим. Ту, что ты хотела. Одинке, гироскутер или, может, даже квадроцикл. Вы потерпите, ладно? С того дня Пашка не только стал задерживаться на работе, но иной раз и пропадать в выходные. Только соберутся с семьей на природу, как звонок и... Виноватый взгляд. Ленусик. На работу вызывают. Сроки поджимают. Вот и... Лене хотелось найти эту девицу со свадебных фотографий, оттаскать за волосы, расцарапать лицо. Но чтобы такого соблазна не возникло, она даже не стала пытаться установить ее имя и координаты. Полгода такой жизни сделали из Лены чуть ли не в растеничку. На людях и при детях она еще пыталась держаться, но оставшись одна, могла дать слабину. Сегодня, после разговора со старшим сыном, Лена решилась. «Поговорю. Нужно что-то делать. Не хватало еще, чтобы Димка отца возненавидел». Муж ее опередил. Пашка позвонил и пригласил в ресторан. «Ленусик, нужно поговорить. Желательно, чтобы дети не слышали». Лена горько усмехнулась. Не хочет скандала. Знает, что на людях она себе ни за что этого не позволит. Сначала она решила идти в обычной одежде. К чему наряжаться? Потом подумала, а не явится ли в таком виде, словно она только что с дачных грядок. Пусть муженьку стыдно станет. Но за полтора часа до выхода резко изменила решение. «Я должна быть красива, как никогда. Пусть видит, что теряет». В такси водитель внимательно смотрел на женщину в зеркало. Когда она уже рассчитывалась, внезапно сказал, «Такая красавица и такая печальная. Не грусти. Вот увидишь, все будет хорошо». Неожиданный комплимент немного поднял настроение. И Лена вошла в ресторан с улыбкой на губах. У Пашки в руках была роза. И это удивило. Если он хочет сказать, что уходит, зачем цветы? Или это символ? Цветок на могилу их любви? Лена даже усмехнулась. Что за странные мысли? Совсем не в ее духе лезут в голову. Ужинали, разговаривали о всяких незначительных вещах. У Лены внутри сжималась какая-то невидимая пружина, готовая в любой момент распрямиться. Наконец, она не выдержала. «Паша, ты сказал, нам нужно поговорить». Он кивнул. «Ты права». «В общем, ленусь. Делай такое». Он помолчал, словно собираясь с духом. «Слушай, я тут подумал. Ты ведь не будешь против, если мы не полетим отдыхать, не купим шубу и квадроцикл». Пружина была готова выстрелить. Но Пашка продолжил. «Нам сегодня денег заплатили почти вдвое больше. Это с премией. И я подумал, Димке уже 16. Уже скоро совсем самостоятельным станет. Давай мы на эти деньги купим ему квартиру. Я узнавал, если вложиться в новостройку, то как раз к 18-летию будет подарок. Как думаешь, а?» «Я все понимаю, Паша», — начала была Лена. Но вдруг очнулась. «Что? Квартира? Какая квартира? Ты что, ничего не слышала? И вообще, ты последние месяцы какая-то рассеянная стала. Что происходит, Ленусик?» Потом Пашка орал. В ресторане еще сдержался. Но как только вышли, дал волю чувствам. «Ты с ума сошла? Какая любовница? Какие измены? Я же все объяснил. Важный проект. Буду задерживаться». «Ты слово против не сказала. Я еще всем хвастался. Какая у меня жена понимающая? А эта понимающая нагородила черт знает что». Они шли домой пешком. Лена слушала возмущенного мужа и блаженно улыбалась. Все его упреки и ругательства звучали сейчас райской музыкой. Подойдя к дому, Пашка наконец ускорился. У подъезда он остановился и сказал. «Я же сказал тебе когда-то, что нашел свою единственную. Я хоть раз в жизни тебя обманул». У Димки день не задался. Утренние признания матери выбили его из колеи. Сначала он опоздал на тренировку, получил нагоняй от тренера, на самой тренировке. Его славно отмутузили, ведь сопротивляться парень не мог. Вдобавок поссорился с приятелем из-за пустяка, а потом бродил допоздна по городу в поисках неприятностей. Ему хотелось, чтобы к нему кто-нибудь докопался или наехал, и он мог бы отвезти душу, выпустить скопившуюся злость. Напасть первым он не мог, совесть не позволяла. Но так и не встретив ни одного гопника, направился домой. И там у подъезда заметил целующуюся парочку. Пальто матери узнал сразу. И его буквально обожгло. Обвиняла отца в измене, а сама, сжав кулаки, он сделал шаг. «О, сынок!» Пашка немного осмущенно улыбнулся. «А мы тут... Хорошо, когда все хорошо заканчивается. Правда?» Дорогой слушатель! Все истории на канале, взяты из писем обычных людей, из открытых источников интернета. Если вам понравился наш канал, просим поставить лайк, подписаться на него и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.